А после этого в знак глубочайших извинений еще глава Татарстана приехал и наградил его в этот услык ордена. Вот сейчас какой-то тип там в этом СВО тоже что-то там недовольство или высказал или стебанулся над ним. Теперь его ищут, чтобы наказать. Того, кто выкладывает Буданова, причем именно с такой фотографией, нет возраста, нет пола. И его никто не ищет. Почему бы не поставить задачу перед желтыми штанишками? На самом деле, если серьезно об этом говорить, этот вопрос не является таким принципиальным. До нас люди не возвращались и уходили к Аллаху, будучи в изгнании. Причем это были лучшие из нашего народа. Те герои, которыми мы сегодня гордимся, тот же шейх Мансур, они все погибли на чужбении, они не возвращались. Тут вот такие интересные события сейчас происходят. В общем, был один у него, по-моему, в телеграме его канал, имя его канала, 13-й. Он как бы сам находится в СВО или бывший Вагнеревец. Я вот подробности сейчас не знаю. Факт в том, что он подчутил над награждениями Адама Кадырова. Сейчас Кадыровцы его ищут, там ему угрожают. Даже вот он выложил, по-моему, Кадыровца, который сказал, что поставлена задача ихнему отряду найти этого 13-го. А тех шнурей, которые выложили фотку в знак любви Буданову, почему-то никто не пишет, не ищет. А за какую-то там медаль сторожа Адама Кадырова, короче, тут конкретные разборки идут. Интересный момент, действительно. Человек высказывает, кстати, это же не первый случай, депутат Татарстана высказал недовольство тем, что наградили. Его, во-первых, он сам вынужден был извиниться, а после этого в знак глубочайших извинений еще глава Татарстана приехал и наградил его в этот услык ордена. Вот сейчас какой-то тип там в этом СВО тоже что-то там недовольство высказал или стебанулся над ним, теперь его ищут, чтобы наказать. А того, кто выкладывает Буданова, причем именно с такой фотографией нет возраста, нет пола, явно понимаем, о чем идет речь под возрастом. На что они намекают. И его никто не ищет. Почему бы не поставить задачу перед желтыми штанишками, найти, заставить, удалить посты, записать опровержение, извиниться? Почему это не сделать? И почему за Адама Кадырова, когда тот, кто оскорбил Адама Кадырова, находится там же, скажем так, в СВО, другие люди хотят разбираться, драться, когда Адам Кадыров и спортсмен, и стрелок, и это тоже подчеркнет этот момент. Сам мог бы разобраться. Ну, это ладно, хорошо. Пусть они там за него, но пусть вот с ним разберутся, и вот с теми тоже разберутся про Буданова. Почему нет? Почему нет? Не бывает независимых малых государств. Если Россия нас оставит, загребут другие, так что независимости нам не светит. Ну, давай попробуем. Если загребут, то будем, значит, не свободны, но уже с другими. Ну, попробовать же можно. В том, что спроси у Хасана, почему он на встречу с шоколадным глазом младшим не поехал, говорит, а, испугался? До сих пор от страха ноги дрожат. Что тут странно? Вы видели, как эти люди себя ведут на каких-то, ну, в таких экстренных ситуациях, когда, например, микрофон забирают, или там как-то оскорбляют? Конечно, мы боимся. Самое интересное, меня вызывал на встречу тот, который сам в прямом эфире признался, что он сдал людей спецслужбам за то, что они просто сказали ему, у тебя заберем какую-то камеру вручили. Понимаешь? А представь, что он сделает с тем человеком, который будет ехать ему на встречу, чтобы отобстить ему за то, что он обругал его, обматерил его, там, его родную, я не знаю. Если за фотоаппарат, то он такое сделал. Бывший гурон. Цитаты известных людей. Как думаешь, почему наши соседи? Пытаются нарезать нам фанатично свои проекты государств, хотя мы видим, что вся фитна между нашими народами только из-за того, что чеченцы принимали лидеров из соседних республик, он хочет сказать. Я не знаю, кого ты имеешь в виду про лидеров. Я не знаю насчет навязывания своих проектов. Я думаю, что мир так устроен, каждый пытается что-то навязывать. В целом, весь мир до сих пор существует на этом принципе, что разные системы существуют, и каждая из этих систем пытается что-то навязать. Поэтому вряд ли нам стоит как-то этому удивляться. Просто нужно, наверное, как-то отбрасывать те вещи, которые нам не интересны, нам не подходят, и знать точно, чего мы хотим, стремиться к этому, двигаться в этом направлении. Если не можем, двигаться хотя бы, сидеть, лежать в этом направлении, ну, понимать, чего мы хотим. Что думаешь о этом сойти? Я, честно говоря, давно вообще этого человека нигде не слышал. Раньше как-то была какая-то информация. Видимо, бросил профессиональный спорт. Поэтому ничего не могу сказать. Слышал он тренеры? В общем, в отличие от его брата, про брата можно сказать плохое. Он является депутатом Государственной Думы, всякие коллаборации с Кадыровым и так далее. В общем, ничего хорошего сказать про него не могу. Что касается его брата, Адама, то я плохого ничего сказать не могу. Хорошего, наверное. Но если плохого сказать не можешь, это уже хорошо? Не, хорошее, я думаю, что можно сказать, скажем так. Респект ему, в отличие от своего брата, нигде не работает в каких-то государственных структурах и не обнимается с Кадыровым. Ни одной фотографии я не видел. Сейчас просто из-за того, что ты это сказал, сейчас, наверное, его специально куда-то заставят выйти. Лучше... Нет, никакого респекта Адаму не высказываем. Вообще ничего не говори. Я беру свои слова. Обратно взял слова. Оставьте человека, пусть работает. А меня слышно в рефиле, что ли? Конечно. Пожелаем Адаму радужного Нового года. Да нам и желать ему ничего не нужно. Он, в принципе, сам радужно встретит Новый год. Уже поздно, говорит, подставили его, Адаму, сойти его. Мы приносим тысячу извинений. Тут Хасан Халито в твоем чате пишет, что Тумсо и Ксометсо Алишер. Все, я принял. Сколько лживых людей в чате у тебя, Тумсо? Это значит, что все правильно делаете. У вас есть все, чтобы быть свободной страной. За свою свободу тысячи чеченцев отдали жизнь. У вас нет другого пути. У тебя сейчас есть визитский паспорт, или ты его уничтожил? Слушайте, я вот как пересек границу в 2017 году, 11, по-моему, июля. Это, кажется, было. Ой, в 2017 году, 11 июля. Ну, может, конкретно с числом уже ошибусь. Ну, это точно было в 2017 году, в середине года. Вот я как, значит, подошел вот так вот с этим паспортом российским своим, подошел вот так вот к пограничнику польскому, отдал ему и сказал, типа, Азуль там. И он так, я помню, еще так улыбнулся, типа, что ты, типа, убежище просишь? Ну, я говорю, да. И вот все, после этого больше свой паспорт я вообще в глаза не видел этот российский паспорт. А он, даже на тот момент, ему оставалось там, по-моему, через месяц он заканчивался, его срок. То есть он перестает быть актуальным. И вот больше, после этого, никакого российского паспорта в руках я не держал. Так, бывший гурон, Муаммад Басаев, а их бхи евро кэссен сюг герч эл эл смо хвасбогш хохазаму проблемяц ит евро кусвойба. Не, изнисайля, Муаммад Басаев, даулу ша, шоу сай итти, даулу ла. Муаммад Басаев, да, эма, даулу шоу сай иттир. Один из главных донатеров. Отправь поздравление моему брату Жалавди, у него сегодня свадьба. Здесь нет рубрики поздравления, поэтому здесь вопрос, ответ, пожелание. Можете сами высказать пожелание. Так, баракаллаху фейкум вежри. Аллах, рейс хейл. Аллах, диканс бихам бойл. Тут в чате какая-то Алиса пишет, куда я попал. Что происходит? Ты веришь, что ты, Хасан, когда вернётесь когда-нибудь на свою родину? И если вернётесь, то чем будете заниматься на свободной земле, иншалаба? Мы точно верим, что мы вернёмся к Аллаху, иншалаба. Вот это мы верим. В этом мы уверены. И убеждены. На самом деле, если серьёзно об этом говорить, этот вопрос не является таким принципиальным. До нас люди не возвращались и уходили к Аллаху, будучи в изгнании. Причём, это были лучшие из нашего народа. Те герои, которыми мы сегодня гордимся, тот же шейх Мансур, они все погибли на чужбении, они не возвращались. Поэтому это не является такой сакральной прям мечтой, или целью вот этого возвращения. Да, это, конечно, цель, этого бы очень хотелось, но если это не произойдёт, в этом нет ничего такого прям потайного. И что, да? Один ответил Алисе, Алиса попала в страну чудесную. Воду Ютуб топи эхо. Эфириация случайно чуява. Воду. Путин, наш герой, Кадыров, наш брат, говорит. Совет вам да любовь. Вы можете уже сейчас поехать поближе к Аллаху, как езжайте в Афган, Иран, Турцию, что в Европе забыли? Чувак, ты как-то неправильно понимаешь от того, что ты переместишься по этой земле куда-то там, ты поближе к Аллаху не станешь. Здесь вопрос не в расстоянии, а вопрос о внутреннем состоянии. Наверное, исключением единственное являются какие-то святыни, мягкие, медины, алякса. Как думаешь, для чего нам кавказским народом навязывают так называемую Боргскую республику? Разве нам не нужна свободная Ичкерия, свободная Черкесия, свободная Верочай? Ну, разные есть у людей взгляды, мнения по этому поводу. Давайте, если эти, те, кто, как ты говоришь, навязывают какие-то проекты, если они прям не враждуют с нами, если это как-то параллельно нам идет, то, я думаю, на них отвлекаться особо смысла нет. Главное, еще раз повторяю, главное, чтобы мы знали, чего мы хотим и двигались вот к этому. КОНЕЦ Субтитры 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 Субтитры